Участников пасхального фестиваля наградили во Дворце детского и юношеского творчества. Конкурс проходил в Люберцах 6 по 26 апреля. В рамках него воспитанники школы и учреждений дополнительного образования проявляли свои творческие таланты в хоровом пении и декоративно-прикладном искусстве. И только 50 лучших ребят удостоились звания победителей. Светлый, добрый, творческий, радость светлой Пасхи – традиционный фестиваль, который ежегодно объединяет творческую молодежь округа. С праздником гостей мероприятия поздравили организаторы конкурса и приглашенные гости. Завершается пасхальный фестиваль в нашем Люберецком округе, но праздник Пасхи продолжается, и пусть радость праздника укрепляет всех нас на наших жизненных путях. В день закрытия на сцену вышли лучшие ребята, которые в рамках конкурсной программы, прошедшей в апреле, проявили свое мастерство. А после – награждение победителей. Это и участники конкурса хоровых коллективов «Перезвон». 17 апреля в нем поучаствовали 250 вокалистов из семи коллективов округа и организаторы благотворительной акции «Коробка храбрости» – ученики 16-й гимназии, которые собрали подарки для анкобольных детей. Особенно организаторы фестиваля отметили участников конкурса «Пасхальное яйцо». Школьники своими руками оформляли главный праздничный атрибут. В этой творческой работе задействовали 102 ученика из 10 образовательных учреждений городского округа. Я сделала большое пасхальное яйцо на подставке. Оно имело очень много разных цветов. Красный, оранжевый, желтый, зеленый. Соединяла несколько цветов одновременно, делала разные узоры. Когда я делала эту работу, я почему-то думала о этом празднике. У меня как-то очень сильно поднималось настроение. Я понимала, что я это делаю с душой. Всего в пасхальном фестивале поучаствовали более 500 ребят. 50 из них стали победителями в разных номинациях. Анна Троян, Александр Асеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.